Па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па Эй! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, канал KuplyNoFPlay И игра под названием Pine View Drive Homeless Мы проходили игру под названием Pine View Drive Просто Pine View Drive Это хоррор, жесткой был, насколько я помню Там нужно было ходить по дому, искать ключи эффективно использовать спички и пытаться не сдохнуть, потому что сдохнуть там было вроде как не так-то уж и сложно. Это продолжение, я не знаю, вторая часть, предисловие, ответвление, какой-то спин-офф, это одно и то же. А поэтому как бы я не особо вообще в принципе слышал про эту игру, просто напишет, Али, в комментариях, там вышел Pine New Drive. Я в смысле, потому что какой-то Pine New Drive я уже видел до этого, он был на английском, он был какой-то скучный, может быть это был и не Pine New Drive, потому что он назывался, по-моему, не так. А может быть был это и он, я просто посмотрел, я просто начал записывать полностью, что это пиздец, и удалил, удалил и игру, и запись, и все вот это взял, и нахуй все это скипнул. Это вроде как официально от Wizz Games, опять-таки от них, поэтому давайте новую игру я тыкну, да посмотрим, русский язык я здесь нашел, русский язык здесь есть, посмотрим. Товарищи Госсы, между прочим, пописывают, пописуливают, попискивают, чуть-чуть, что как бы короче, короче игра, ой, короче игра, говорят, а раньше было, говорит, лучше, раньше было длиннее, ну как бы раньше все было по-другому, посмотрим, посмотрим, узнаем. В первой части что у нас было? Если ты не творил план New Drive в первую часть, то пожалуйста посмотри, потому что интересная игра, страшная игра, яйчишки и коленки будут дрожать, втягиваться внутрь. Меня зовут Майлз Робертс. Я был в армии в течение длительного времени. После моего последнего назначения я так и не вернулся к нормальной жизни. С тех пор я путешествую по стране и пытаюсь забыть то, что пережил. Я видел много вещей в своей жизни, но эта ночь была худшей опять-таки в моей жизни. Не, ну, я даже если никто никогда не хотел мне верить, все, что я тебе сейчас говорю, это правда. Небать, машины летают, да? Мне кажется, очень опасно. Однажды ночью я бродил недалеко от восточного побережья, когда разразилась гроза. Чтобы укрыться от шторма, я искал место для ночлега. Почти как будто вызванный, я нашел старый заброшенный загородный дом. Думаю, крыша над головой и горячей еде, я пошел в дом. Если бы я знал, что меня ждет в этом доме той ночью, я бы никогда не пошел внутрь. А это он, наверное, бездомный, да, имеется в виду, хомлес? Пиневиев драйв. Ну, в принципе, это тот же самый особняк, насколько я понял, потому что по конструкции и по внешнему виду это одно и то же. Тот был совершенно такой же. Я примерно, не могу сказать, что прям дословно, не могу сказать, что прям хорошо, но я примерно помню сюжет, концовочку самого Пиневи Драйва. На самом деле, не особо, конечно, сильно, но бляхан. Игра хороша. Игра хороша не как взгляд на нее сквозь года, не так, чтобы она запала тебе в душу навсегда, но во время просмотра и во время играния я думаю, что она очень и очень хороша. Очень и очень хороша. Игра была сохранена, а мышка была охуенена. Сейчас 22, до рассвета 10 часов. Добро пожаловать в игру Пиневи Драйв Хомлес. Используйте кнопки ВАЗД, чтобы двигаться, и мышц, чтобы осматриваться. А можно нажать настройки и вот так вот примерно сделать? Спасибо. Чтобы бежать, можно использовать колонию шифт. Это логично. Фонарь. Нажмите F, чтобы выбирать и использовать предметы. А у меня их нет, да? Нажмите F, чтобы включить фонарик. Для него садятся батарейки, это само собой. Будем надеяться, что дом действительно заброшен и в него есть выход. В него есть вход. Ага. Выход, вход, какая разница, да? Главное, чтобы в него можно было проникнуть. Сейчас сделаю одну штуку. Серьезно, смотри. Я выключил солнце, потому что оно светит. Оно светит, и здесь становится очень светло. А это не атмосферно. Нахуй нам это светло не надо. Это что такое? А. Я думал, это слендер. Так, хорошо. А вход в дом, по-моему, вот, да, как минимум один. Это в... А что ты еле ходишь-то? Это вход в главный зал, который, соответственно, открыт замечательно. Здесь все тихо. Здесь обязательно найдется место для сна. Не подъебать, как много батарейок. Нажмите на это, чтобы заменить батарейки фонарики. Хорошо. Ну, можно я буду свечами это пользоваться? Я помню, что можно было пользоваться свечами. Вот, собственно, и они. Ага, свечами пользоваться можно, а спички я не иметь. Ладно. Так, ну, пойдем на второй этаж сразу. Не будем долго тянуть, да? Это все открывается. А это просто мигнуло. Так, тут все сгорело, да? Ну, конечно, света здесь, естественно, не будет. Как бы это глупо, если бы здесь был свет. Совершенно просто отвратительно бы это было. Ага, хуйца там. Замечательно. Почему бы не прилечь просто на входе? Меня интересует вопрос. Был бы весьма-весьма неплохо, просто взял на входе и лег. И никакой стран... А почему ты светишь только в пол? Или так свет... Всего несколько скрипучих деревянных половиц. Нет причин для паники. Совершенно. Никаких причин для паники. Кроме той, что я нихуя не вижу впереди. Я вижу только пол. Это очень-очень хорошо. Не имеется в виду, что я вижу только пол. Так, это сохранение. Ну, кто это говорит? Кровать. Это должно быть достаточно для этой ночи. Логики, конечно, в этом переводе маловато. Но он есть уже хорошо. Он есть и уже хорошо. Несколько минут спустя... Несколько... Некоторое время... Что это было? Некоторое время спустя. Я бы лучше проверил, что это было. Так, это твой пиджак. Мне кажется, он как-то странно ходит. Я очень-очень... Он очень... Он очень плохо идет вперед. Такое чувство, что ему нужно разгоняться. Не знаю, почему. Ну, а то хотя бы немножечко фонарик поднялся. Так, а где-то там? А нахуй я с картой с картой куда-то зажег? Мне кажется, это глупая идея была. Блять, как же он плохо ходит. Он очень плохо ходит вбок. Эта дверь уже открыта? Ну, типа, да. А уже закрыта. Внезапно. А, нет. Сама закрывается, ладно. Так, не понял, что мне здесь делать. И, типа, просто сюда зашел и все. Я не вижу ни пизды. Вот, серьезно. Вот на уровне фонарика я вижу. Дальше ничего не вижу. Очень темно. Используя вещества увеличивает ваше здоровье. Хорошо. Ха-ха. Да, здесь был клоун. Это я помню. Здесь был клоун. Помню, помню. Помню, помню, помню. Клоун был. Свет не работает. Тут из-за музыки я нихера не слышу. Вот эти все шорохи и стоны, которые вроде как я должен слышать, из-за музыки я пропускаю, скорее всего. Что ты вздыхаешь? Почему? Что случилось? Что ты вздыхаешь? Что случилось-то? Блядь, короче, вообще без шифта нельзя ходить. Без шифта такое чувство, что он ходит по какой-то каше, блядь. Как будто он в зыбучих песках каких-то застрял. Опа. Хорошо. Не, ну по сути это то же самое совершенно. Да, это просто ходить. Просто выполнить испытания. Не просто читать записки. Тебе не следовало приходить сюда, Майлз. Теперь ты никогда не покинешь этот дом. Чё за... Никто не знает, что я здесь. Ну, судя по всему, кто-то знает. Так, и отчего? Отчего этот ключик? Да, блядь, ну как же без шифта здесь неудобно-то? Так, а отчего реально ключ-то? Чёрт! Ключ сломан. Э, а чё фонарь-то? Чё мы смотрём-то? Вообще нихуя не вижу. Ну, тебе я тоже предлагаю ничего не видеть. Я реально ничего не вижу. Я прям, я прям вот, я всё, я вот, я смотрю вниз. Вот у меня, знаешь, монитор вот этот внизу. Есть кругляшок от фонаря? Я больше ничего, кроме него, и не вижу. Так, ещё спички, хорошо. Охуенный фонарь, хотел я сказать. Просто, блядь, охуенный. Просто замечательный. Самый классный в мире фонарь. Он не светит вообще. Нахуй он здесь нужен? С какой целью? Просто, чтобы батарейки на него переводить, и всё? Мне казалось, свойство фонаря-это освещенность, и она как бы должна быть достаточной, как минимум. Это же не сразу какой-то фонарик, блядь, за 3,5 рубля из какой-то... Что у меня здесь спичек? Так, в смысле есть здесь спичек? А я хочу 15, у меня что, карманов нет? Это что, блядь, каминные спички, что ли, полтора метровые? Как оху разница? Сожги. Во! Это другое дело. Я вообще ничего не вижу. Я даже свечки впереди не вижу. Что, где? Что происходит? Может, фонарь перезарядить? А-а-а! Так он садится, ах, ну, конечно, да. Он со временем садится, это гениально. И чем меньше в нем батареек, тем хуже он светит. Сигары. Херары. Так, а я пришел сюда, скорее всего, должна быть какая-то ключевая комната, нет? Если вы сюда ключ-то применил. Или я, типа, что-то засрал, просрал, нет? Какая громкая здесь музыка, сука. Опа! Ага, старые звуки. Старые звуки, это поворачивающиеся головы. Это мы проходили. Это мы знаем, это мы... Ты кто, блядь? Ты тоже кукла дьявола, да? Ты ебать страшный такой. Какой ты страшный. Зачем целый... Ой, блядь! О-о-о, проср... Ой, это вот сейчас глупо сейчас было. Сейчас было очень-очень глупо, потому что вместо того, чтобы использовать спички пять и взять потом, я тупо одну спичку заменил целым коробком. И как бы их больше-то от этого не стало, их реально осталось так и десять, да? Смотри. Да, так и десять и осталось. Есть много слухов о старом доме в конце по New Drive. Но бездна в действительности еще глубже. Чебо. Сейчас 23.00 до рассвета, 9 часов до рассвета. Игра была сохранена. А кто мне свечку потушил? Охуели, что ли? Я на нее вообще-то спичку потрачил. Если что. Это вот сказка, да? Ваза, хуя за... Или это просто картина, типа... Вот ваза стоит. А-а-а. Э-э-э... Шкаф... Посередине полки. Хорошо. Ну, я понял. Да это не ебать, серьезно? Я вообще сейчас случайно эту картину глянул. Есть ли смысл этого часа? Я так понимаю, игра идет часами. Есть ли смысл этого часа в том, чтобы поставить вазу в такое место, то это просто обосраться. Это, блядь, извиня... Чего? Да чего, блядь? Что ты меня пугаешь-то? Ничего же не происходит. Нет, если реально смысл этого часа в том, чтобы найти такой шкаф и поставить в него вазу, то это, блядь, просто найдебильнейшая херня. Я серьезно? Я чисто случайно взглянул на эту картину. Она просто странная, как бы, картина, изображающая шкафы. Это хуевая картина. Может быть, она поэтому и прилекла в мое внимание? Да ну, глупость какая-то, серьезно. Дебилизм, сука. Глупости, пиздец. Где такой шкаф находится? Здесь раньше... Вот в этой комнате впервые мы встретили клоуна в первой части. Прямо как сейчас помню. Первый раз клоун был там. Че такое? Какого хуя дверь заперта? Действительно, я не согласен. Ну, тебе же сказали, Мэлз, что ты отсюда не выберешься больше никогда. Не надо ходить по старым домам. Надо было просто попробовать тормозуть. Хотя там тоже маньяков дохуя. Но все равно. Ходить в заброшенные дома, это страшно, это глупо. Во-первых, призраки. Во-вторых, хозяева. Во-третьих, бомжи. И каждый из них может тебя убить. Так, пипка еще. Что я пропустил? Тебя? Ничего не понял, ладно. Судя по этим звукам... Все-таки что-то происходит. Это происходит отдельно от меня. Я этого не вижу. Верхняя полоска за мной. Это вроде как разум. Но пока в ней ничего интересного, поэтому ее и не видно. Так это все. Это конец. Здесь больше нет такого шкафа. Бля, опять батарейка садится, да? Опять нихера не увижу. О! Красиво. Пусть будет так. Пусть будет так. Где найти такой шкаф? Паутина вот мигает. Мне вот это напрягает. Какого хера паутина так сильно мигает? Она что, фосфорная какая-то? Я напоминаю, что мы ищем ящик, шкаф, у которого в середине книжные полки. Еще я пытаюсь включать свет, но по какой-то хуй, я не знаю, зачем я это занимаюсь. Он все равно не работает. Так, ладно, фонарь перезаряжу. А, так вот, ебаный. О! Так, красное блюдце. Череп. Я подобрал череп, допустим. То есть мне нужно ходить по дому и расставлять предметы обратно, что ли? Ты что, ебанулся? Тарелка, книжка, кубок, статуя. Окей. Кто-то ходил? О, блядь, баба двигается опять. Тарелка, кубок. Тарелка, книжка, кубок, статуя. Тарелка, книжка. Ага, все окей. Тарелка. Книжка, кубок, статуя. Тихо, блядь. Ха-ха, тихо, я говорю. Что случилось-то? Ага, череп нужно назад отнести на... Какой-то этаж. Первый. О, блядь, загадки, да? Интересные загадки. Это куда, сюда? Что-то с музыкой не то стало. Что-то где-то открылось? А, да. Ха-ха-ха. Открылось. Окей, ключ. Игра слишком громкая. Она прям, блядь, жесть какая громкая. Громкая и темная. Сюда ключ-то? Здесь была запертая дверь. Конечно, там клоун, сука, сидит, мрать. Где ты, скотина? Где клоун-то? Тут сидел где-то, сука, блядь, блядь. Там дальше кухня, насколько я помню. Во память, да? Нахуй я это помню? Я сюжет не так помню, как расположение комнат в этой игре. Но как бы их надо было помнить, потому что эта игра, блядь, про комнаты была. Там нужно было ходить и открывать комнаты. Идти, идти, ходить, ходить. Взять где-то ключ, открыть следующую комнату. Ой, 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 ой. И вот, да, так примерно там и было. Здесь где-то кухня, кладовка, херовка. Все началось с того, что семья Хармсвортов тогда купила старое поместье. А, окей. Окей, окей, это окончание дня. Охереть, охереть, какая длинная игра. Сейчас до рассвета 8 часов, окей. Игра была сохранена. Допустим. О! А тебя было здесь? Не было? Не понял. А где клоун-то? Ну это получается вот все то же самое происходит, да? Что и было в этом, только новая история, типа. Ну либо история той... Блядь, глупый звук. История той истории, которую мы уже знаем. Кажется, что-то сидело на стуле. Хочу ли я узнать, что это было? Так и в первой части такая же херня была. И в первой части тоже сидел на стуле клоун, а потом он пропал. Чё за бредни. А это новая игра или это переосмысление старое? Я чё-то не понимаю. Блядь, спички опять зря подобрал. Это чё, выход? Да, это выход. Спички, интересно, здесь или спавнятся, нет? Ну первый хоу-пай-пай-нью-драйв, он был довольно длинный. Насколько я помню. Да чё ж ты мне долбишь-то? Долбишь ты мне что-то по голове? Зачем так сильно? Это чё, это был скрип или кто-то посмеялся? Ничего не понял, блядь. А зачем я это всё поджигаю? Я не помню, как работает здесь вот этот показатель шкала, вот это разума. Это, по-моему, разум или страх, или что-то вроде того. Когда она закончится, нам пиздосики. Опа, закрыли, смотри-ка, дверя была открыта ведь, да? Короче, каждый... Когда остаётся две полоски, всё, конец. Темно, пиздец. Остаётся две полоски, уже ничего не видно. Могли бы уж просто сделать поменьше количество полосок. Его, конечно, чуть-чуть чё-то видно ещё просматривается, иначе очень неудобно всматриваться в эту хуйню. Как же он херово ходит боком. Никогда бы не подумал, что вот такая правдоподобность, потому что, как бы, боком ты тоже пойдёшь медленнее, чем вперёд. Никогда бы не подумал, что такая правдоподобность так сильно может помешать. Чего? Чего? Не сильно сейчас помню, какой смысл был в первой части именно. Но, судя по тому, что происходит сейчас, смысл был следующим. Нам нужно было самим себе найти загадку, и самим же её разгадать. В конце разгадки, загадки... В конце загадки ты получаешь разгадку, и вместе с ней ключ. Кошка пропала. По-моему, я не знаю, это либо в этой же игре было, как раз таки в первой части. Либо это было в какой-то другой. Но я точно знаю, что была какая-то игра, в которой я играл, где нужно было самому себе придумывать загадки, а потом ещё их решать. При этом при всём продвигаясь вперёд по сюжету. Ладно, допустим, пойдёте на второй этаж. На первом этаже вроде всё обшмажали... Обшманали, обсмотрели. Телефон ещё должен зазвонить сто процентов, потому что он стоит. Он стоит, а просто так телефон стоять не может. Короче, прикол в том, что композитору этой игры прямая дорога в кинематограф. Прямая дорога во все абсолютно фильмы ужасов. Возьмут с руками, оторвут нахуй. Столько гениальных звуков в одной игре я давненько не слышал. Есть вообще абсолютно все звуки, абсолютно на все случаи жизни. Хочешь фильм про куклу? Есть звук. Хочешь фильм про маленьких детей, которые убивают взрослых? Есть такой звук. Хочешь просто обсираться от того, что двигается стул? Есть такой звук. Хочешь обсираться от скрипов и прочей хуеты? Есть такой звук. Да даже переколка вот эта ебаная есть. Что ещё тебе нужно? Объясни мне. Что ещё тебе нужно? Что тебя не устраивает в этой игре? Скажи мне. Что тебя в ней не устраивает? Идеальная по звукам игра. Нужен звук шагов? Без проблем. Он только что был. Кто-то идёт? Меня не устраивает то, что фонарь стал ещё хуже светить. Он у меня практически был полный. Да он у меня сейчас практически полный. Почему он так плохо светит, я не понимаю. Почему бы, например, просто не взять ногу, не въебать ей как следует в дверь и не открыть её? Как бы берёшь, въёбаешь со всей дури в... Явно та на дряхлая эта тухлая дверь-то. Дом-то старый. Да что ж, блядь, так громко-то? Так, окей. Я не могу придумать сам себе загадку. Я, по-моему, всё обошёл и что-то ничего такого очевидного я здесь не вижу. У меня спички тем временем заканчиваются. А это не есть хорошо. Я не вижу себе загадку. Кто-нибудь видит загадку? Может быть, нужно найти того, кто сидел, а где он? Нихера не ясно. А я не могу себе выйти где-то на улицу? Здесь нет выхода. Да что ж ты, блядь? Так, это подозрительно. Здесь чего? Так, это что? О! А здесь я ещё не был. Как-то я не заметил такую дверь, ни хера себе. Я помню эту комнату, помню, помню. Помню, помню эту комнату, помню. Я помню такую комнату. Здесь что-то было... А-а-а! Охуила лежит. А где голова твоя? Ха-ха-ха, где голова твоя? Так, это окей. Подожди, а где голова охуила? Не понял. Где его голова? Или я тебя должен целиком собрать? Голова и рука? А морковку, если я тебе вставлю, не пойдёт? Пиздец, клоуны на части разодрали, серьёзно? Так, вижу голову, окей. Так, значит, где-то и рука твоя здесь валяется. Ну, хорошо. Да, где-то его... Какая у тебя рука-то? Жёлтая рука с белой перчаткой. Опять кто-то идёт? Или это я уже хожу? Это уже я. Не, ну искать, конечно, руку. Да если бы я хотя бы знал, что мне нужно её искать, я бы, наверное, в самом доме повнимательнее смотрел. Я типа даже как бы не знал, что мне руку надо искать. Бля, вы издеваетесь? Ха-ха, чё выгораете? А может, тебя разбросали полностью здесь? Может быть, ему вставить рака, краба вот этого? О, просто взять, въебать в него. Блин, судя по всему, куда-то утащили эту руку. Не знаю, пойдём искать. Но игра на самом деле не выглядит чем-то таким сильно отличающимся от первой части. Во-первых, здесь очень мало записок. Я не знаю, с чего бы вдруг, может быть, я сам себе это выдумал, придумал. Может быть, я хочу, чтобы так было. Но мне почему-то кажется, что по Нью Драви в первом было больше писанины. было больше записни. Было больше чего... А! Ебать в рот! Хух ты ж нахуй! Аж фонарик, блядь, выключился. Мне казалось, там было больше всего такого. Чё это за девка, блядь, была? Фу, нахуй. Это было... Не нужно было. Это было лишнее, серьёзно говорю. Это было лишнее. Сука, опять какие-то запрещённые приёмы. В игре, в которой нужно ходить и опять-таки всматриваться в ебаные предметы, делать скримоту на весь экран внезапно. Это хуя, чем хорошим закончиться, не может, по идее, в принципе. Блядь, может, и где-нибудь здесь она валяется, поэтому музыку заиграла. Да ладно, серьёзно, что ли? Ну, пойдём на второй этаж. Я не могу здесь передвигаться без шифта, серьёзно. Это отвратительно просто сделано. А ты чё? Передвигаться здесь без шифта отвратительно сложно и неудобно, и тяжело, и плохо. Фу, нахуй, передвигаться без шифта. С шифтом самое оно. Это от меня, что ли, звуки-то остаются? Или что это за фантомные шаги? Я хуяю с этой скримоты. Так, здесь реально должна быть скримота теперь. Теперь опасно. Теперь опасно передвигаться. Теперь на каждой открытой двери может быть скримота. Это херово. Это очень плохо. Это фу его нахуй вообще. Кто додумался-то, серьёзно? Это же может убить человека. Это же может просто инфаркт ему сделать. А вот она её... А, это пипка, блядь. Куда это... Да хватит-то, алё. Чё так громко-то? Нам нужно то, что эту пипку может нажимать. Нам нужна рука для пипки. Так, это что? Это монтировка. Это книжки. Это чайник. Это шкатулка, почему-то, которая не открывается. Не понимаю. Ну, к нам её вряд ли... А вот она, ебать! Он к нам приходил ночью? Во, пёс, блядь. Он подсмотрел, пока мы спали. Да? Да-да-да. Ой, сука, захрустели головы, блядь. Сейчас кремота опять будет. Это же как жахнет, блядь. Как жухнет сейчас, сука! На, собака! Жизнь, иди. Как жизнь? Норм? Чё? Чё? И чё? Я думал, это всё. Я тебя на приюшку можно заберу? Ты у меня же был на приюшке. Я давай ещё тебе раз. Старый знакомый, скажу, блядь. Старый знакомый в старой игре. Она ничем не отличается от первой части. Совершенно. Здесь, по-моему, больше просто геймплея. Именно... Здесь просто тупо сплошной геймплей. Нужно придумать. О, батарейки. Нужно придумать. Нужно сходить. Нужно найти. Нужно вычислить. Вычленить. И чё дальше? Ну, я собрал клоуна. И хули ты не идёшь никуда? Иди. А сейчас-то чё делать? О, ушёл. Не, не ушёл. Слышь, ты уйдёшь или нет? А, ты мне надо ключ отдать, да? Подожди, я же тебя собрал. Должен мне ключ дать. Чё, нет? Нелогично. Я же, типа, выполнил испытание. Дай ключ, ты собака. Я не понимаю этого немножко. Вообще отсюда, что ли, выйти надо? Ты, блядь. И чё? Может быть, спать пойти? Ну, я же реально выполнил испытание. Что тебе не нравится? Так, не это. Вот это. Всё, спать? В зеркале, по-моему, был скримак. Если я ничего не путаю. Или не скримак, а что-то типа. Короче, что-то в этом зеркале было. Почему день-то не заканчивается? Точнее, час. Ну, я же всё сделал, клоун. Ты должен уйти и испугать меня. Хули ты сидишь-то? Ты бездельник? Иди работай, давай. В смысле, уходи и пугай меня там, я не знаю. Я же тебя собрал. Что тебе не нравится? Или тебе голову с рукой местами поменять? Чё это меня хочет? Я, по-моему, все места уже... Все места обошёл. Что, мне на кухне спрятаться? Я так понимаю, нужно найти ещё какую-то записку. Чтобы он прочитал её, день закончился. Там нет никакой записки нигде, не рядом с клоуном, нигде. Слышь, ты меня заебёшь. Дай записку, сука. Дай записку, пожалуйста. Дай записку и ключ. Я вообще не могу. Наверное, кто-то сломал уже глаза, смотря в эту чисто... Черноту и пустоту. Это очень сложно, очень громко. Это не так страшно, на самом деле. Это как бы серьёзно. Мы к такому уже давно привыкли. Нам в так... Нас в так... О! Соберите эти цифры. Это вроде статуя, нет? Какие нахуй цифры? Какие цифры? Это, блядь, статуя, алло. Нихуя не понимаю. Но это типа дополнительные достижения? Это не обязательно. Это дополнительно. Я не знаю, что я пропустил. Сколько, кстати, времени прошло? Вот, давайте, короче, заканчивать. Серьёзно. Я не понимаю, во-первых, что делать, но это не так страшно. Я так понимаю, что я где-то пропустил записку, которую где-то найти, где-то прочитать. Игра страшная, да. Но она, по-моему, уже... Не такая страшная, какая она была тогда. А тогда было действительно как бы страшно непривычно ещё всё. Этого не особо так... Ну, как бы этого много было, но та игра была прям такая. Здесь очень мало сюжета, очень мало записок. Я не знаю, мне почему-то кажется, что в первом Pine New Drive было гораздо больше сюжета и гораздо больше читанина, которую можно было осмыслять и узнавать, и всё, и всё, и всё. Здесь просто ты тупо бегаешь от места до места, ища что-то, чтобы тебе дали что-то, чтобы пройти дальше. И так далее, 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 далее. Так, понимаешь, с каждым разом всё будет сложнее, 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 сложнее. В итоге тебя убьют, но либо ты выиграешь. Как-то так. Как-то так, на самом деле, не особо мне. А нас, да, страшно, она, да, громкая, она, да, наверное, и... Как это, челленджевызывательное, но мне, не знаю почему, мне вот, не знаю. После первого Pine New Drive у меня почему-то... Я не помню сюжета первого Pine New Drive, я не... Что, блядь, член у него в штанах отсутствует? Я откуда, блядь, знаю, я собрал его полностью, что-то мне доебался. Что там может отсутствовать, алло? Что? Ноги на месте, руки на месте, голова на месте. Пипка-то не берётся, она просто нажималась. Ну, значит, что-то отсутствует вон там. Ладно, давайте вот так вот, собственно, и закончим. Ссылка на плейс, я думаю, с добавляшками, будет в описании под видео. Это что? Хуй его знает. Стояние под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на таграм, комментируйте. Ставьте лайки. Все тряплящие игрушечки, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат. Субтитры сделал DimaTorzok